Добрый вечер и добро пожаловать в студию города Берна. Знаете ли вы, что существует такое оружие массового поражения, которое мы таковым не называем, и которое едва ли где-то упоминается? Известный режиссер Фридер Вагнер в своем фильме «Смертельная пыль» раскрывают умалчиваемые факты о применении по всему миру войсками НАТО уранового оружия. Радиоактивный уран используют в пулеметных боеприпасах, гранатах и бомбах. При взрыве и сгорании он преобразуется в маленькие урановые наночастички. Эта смертельная пыль заражает продукты питания и воды. Ее вдыхают и глотают вместе с водой и пищей. Через поры на коже она попадает в тело, в мозг, в семенные клетки мужчин и яйцеклетки, и вызывает рак и рождение детей-уродов. НАТО и американская армия применяли такое оружие в Балканской войне, а также в Афганистане и Ираке. Поэтому там заражены целые области. Из районов, где проходили боевые действия, сообщается о самых ужасных случаях рождения детей-уродов и о высоком проценте больных раком среди взрослого населения. Почти во всем мире, где НАТО применяло это оружие, было доказано наличие урановой пыли. Она практически не распадается и причиняет вред здоровью во все времена. Это значит, даже если боевые действия давно закончились, урановая пыль продолжает заражать местности и наносить вред населению еще на протяжении десятилетий, если не столетий. Это уму непостижимое преступление НАТО причиняет урон и уничтожает всякую здоровую жизнь на долгое время. Мы, Кляги Маур Тиви, называем вещи своими именами, и это преступление против человечества. Перед лицом такого бесправия мы не можем молчать. А что станете делать вы? Желаю вам доброго вечера. До свидания. Продолжение следует...